Это территория КАНа, телеканале КРТВ, в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте! На сегодняшний день многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг стали буквально незаменимы в повседневной жизни. Обменять или получить паспорт, взять ту или иную выписку, получить регистрацию по месту жительства и многие другие госуслуги можно достаточно быстро и удобно онлайн на портале госуслуг или в одном окне МФЦ. Об услугах, которые предоставляют мои документы, коллективе центра и перспективах развития МФЦ в муниципалитете, сегодня мы поговорим с исполняющей обязанности директора МБУ Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Красногорск Галины Додоновой. Здравствуйте, Галина Борисовна! Здравствуйте! Рада вас видеть сегодня в студии, поговорить действительно есть о чем, потому что МФЦ на сегодня стали очень незаменимы, я бы сказала. Все, практически каждый, наверное, житель хоть раз пользовался МФЦ услугами. Давайте тогда более подробно поговорим о нашем центре госуслуг. Хотелось спросить, вы же образовались, я имею в виду у нас в городском округе Красногорск в 2014 году. Вот расскажите, пожалуйста, что было тогда и что сейчас у нас? Как изменилось? Ну, конечно, изменилось все кардинально. Главными задачами при создании МФЦ было стать связующим звеном между органами государственной и муниципальной власти и населением, свести к минимуму все бюрократические барьеры, сконцентрировать и упростить получение услуг в одном месте. И так вот создался формат одного окна. Он действительно очень удобен и экономит время. И в нашем Красногорске первый офис с такими задачами справился. Он был открыт ровно 10 лет назад, 17 февраля. Было открыто, функционировало 8 окон, работало 24 сотрудника, и мы оказывали 54 услуги. Время показало, что действительно это очень удобно и востребовано. И мы увидели, что 8 окон нам уже в Красногорске не хватает. И начали открывать новое МФЦ, расширять сеть для удобства и доступности. Что сегодня у нас? Сегодня у нас уже 6 офисов больших. Полноценных. Полноценных, да. И 3 обособленных структурных подразделения. Это 57 окон в основных офисах, 5 дополнительных окон для бизнеса, для малого. И 8 как раз окон в территориально обособленных структурных подразделениях. Сейчас мы оказываем более 358 услуг. И постоянно обновляемся, расширяемся, и появляются новые, усовершенствуются старые. То есть мы не стоим на месте. Постоянное развитие. Это ваше все. Да, это точно. Галина Борисовна, я сразу хотела спросить. А что касается отличия полноценного офиса от территориальных структурных обособленных в таких подразделениях. Все ли услуги можно получить и там, и там, или есть какие-то ограничения? В основном все услуги у нас можно получить как в основном офисе, так и в отдельно территориально обособленных структурных подразделениях. Обособленные подразделения это, по сути, свои мини-офисы, которые как раз созданы для удобства и для доступности, чтобы в любом месте любой гражданин мог подойти и получить необходимую ему услугу. В этих территориально обособленных структурных подразделениях нет электронных очередей. Там немножко сокращенный формат. Не более четырех окон функционирует. Но в каждом открыта также цифровая зона и есть консультанты, которые помогают электронно также оформлять все услуги. А вот, кстати, хотела спросить про это. Это отдельная, наверное, даже тема для нашей беседы, как раз помощь заявителям. Потому что не все могут, к сожалению, еще пользоваться порталом госуслуг. Очень много людей старшего поколения, которые, к сожалению, еще не научились это делать. Насколько действительно сотрудники помогают в Центре госуслуг? Ну, как я уже сказала, у нас в каждом офисе, да, совершенно в каждом функционирует цифровая зона. И там работают наши консультанты, которые как раз при необходимости помогают выбрать правильную услугу, помогают оформить электронное заявление. Если необходимо какие-то сканировать документы и прикрепить к этому заявлению, все они помогают, распечатывают, обучают даже, где посмотреть потом результат. То есть в полном объеме, да, помогают, оказывают. Прежде всего, вот какой возраст, например, обращается за этой помощью? Есть какая-то такая статистика? Потому что я понимаю прекрасно, что теоретически можно подумать, что это люди старшего поколения. Но, может быть, и... Вы знаете, здесь по-разному кто-то быстро понимается, ориентируется. И тут по возрасту, конечно, более всего активно молодежь. Посетители, заявители более старшего возраста, кто-то настороженно относится, кто-то быстро, вы мне покажите, я дома сделаю. Но чаще, конечно, выбирают окна приема. Но все-таки какая-то консультация, прежде всего, необходима по той простой причине, что есть много подводных камней, они вроде как и неизвестны, так вот по большому счету, когда ты понимаешь уже работу структуры портала, но когда ты первый раз боишься не туда что-то попасть, на какую-то кнопку не ту нажать, ну, наверное, никому не хотелось бы, чтобы данные куда-то утекли или еще что-то. Ну, с персональными данными у нас все строго в этом плане, действительно, можно быть спокойным, потому что все очень четко. Электронные услуги, они сейчас совершенствуются, и вот электронные заявления, они упрощаются до такой степени, что там даже можно уже интуитивно, но вы правы в том, что мы каждый день с этим сталкиваемся, наверное, нам легко, а кто-то первый раз, поэтому мы показываем, и консультанты несут такую еще функцию обучения, чтобы в следующий раз уже заявитель сам не боялся, а мог все это оформить, найти, да, все сделать. Услуги у нас электронные действительно сейчас очень быстро развиваются. Если брать статистику прошлого года, этого у нас в четыре раза увеличились количество услуг. С начала года это уже более 58 тысяч электронных услуг. Да, 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 это много. Цифры, да, впечатляют. А вот вы начали говорить, что обучаете, скажем так, а есть какие-то такие специальные курсы? Я знаю, что раньше, по крайней мере, очень активно, активное долголетие пользовалось такими курсами, когда сотрудники МФЦ как раз обучали людей старшего поколения пользоваться. Продолжаете это? Да, мы продолжаем, и даже к нам обращаются организации помочь, рассказать. Мы с удовольствием помогаем и обучаем. То есть не только активное долголетие? Да, на базе офиса «Твой дом» у нас есть возможность такого обучения. И если возвращаться к активному долголетию, действительно, мы не просто там как включить компьютер, как что-то найти, а мы выстраивали обучение таким образом с уклоном на новые технологии. Например, сейчас активно развивается умная платежка за коммунальные услуги, МОСОБЛ, ЕРЦЕ, то есть все... Пользуются все, и хорошо вам пользуются всем. Да, да, очень удобно, поэтому, да, мы как бы что-то новое, мы сразу тоже стараемся это все всем рассказать. Это замечательный подход, я бы сказала, потому что, ну, действительно, кто-то может, кто-то не может, и поэтому, когда люди опытные специалисты рассказывают и помогают, это всегда только поощряется, я бы сказала. Кстати, вот вы говорили, что пользуется популярностью все-таки очный прием, прежде всего, это действительно так, или онлайн-услуг? Потому что ведь огромное количество в онлайн переведено. Да, верно, но есть услуги, которые, скажем так, небольшие... Сейчас практически любую услугу действительно можно получить через госуслуги федеральные, либо через портал региональных госуслуг. Но есть особенности, где-то надо подписывать документы электронной подписью, поэтому многие предпочитают окна. У нас много, наиболее популярные услуги, Росреестра в окнах приема, например, там, регистрация права, кадастровый учет, востребованы услуги МВД, это получение, замена паспортов гражданам Российской Федерации, паспортов за гранд, паспортов за пределами. Очень много у нас регистраций по месту жительства, по месту пребывания. Также сейчас очень востребованы услуги, запись в школу, в детский сад, очень активно, да, актуально. Получение пособий на детей, все. Чем удобны именно электронные услуги, там, во-первых, упрощенное получение услуги, да, потому что мы идем, авторизуемся через личный кабинет госуслуг, и многие мои данные, они уже есть, они подтверждены, соответственно, не надо никаких лишних документов. Потом там ускоренные сроки, то есть намного быстрее электронно подать, чем в окне. Дальше очень удобна информированность об этапах рассмотрения заявлений. Если, например, я в окне оформила услугу, мне сказали срок получения услуги такой-то, и я жду, мне на электронную почту поступит информация. Уведомление. Да, уведомление. Здесь немножко по-другому, здесь каждый этап. Отправлено ведомство, получено ведомство. И все можно в госуслугу найти. Да, все очень удобно. Плюс эту услугу электронную можно оформить с телефона, с планшета, с домашнего или рабочего компьютера, без визита в МФЦ. Соответственно, и никакой очереди, ничего. Поэтому они очень удобны. А все услуги по экстерриториальному принципу на сегодняшний день предоставляются или нет? Я имею в виду в наших окнах, во всех. Практически все услуги. Любой гражданин имеет право, вне зависимости от места жительства или проживания, в любом МФЦ обратиться и получить необходимую ему услугу. Есть небольшие особенности. Как правило, это какие-то льготы на уровне муниципального распоряжения, по опеке небольшие есть такие ограничения. А так в основном все. У нас всегда можно позвонить по телефону 122 с территории Московской области, получить необходимую консультацию и информацию по конкретной услуге. Все качественно будет предоставлено и расскажут, что куда. А что касается очередейки, на сегодняшний день существуют они или нет? Я помню, раньше, по крайней мере, во-первых, было действительно много, потому что пользовались спросом, и окон и офисов в том числе было не так много. Теперь офисов, в принципе, уже много, но, правда, и услуг тоже огромное количество стало. Ну и жители, естественно, пользуются, приходят. Как с очередями? С очередями у нас, конечно, сейчас больше порядка. Время ожидания до 11 минут у нас по стандартам, оно соблюдается, потому что контролируемо время обслуживания, предоставления услуги сотрудникам. Если вдруг мы видим, что много посетителей пришло, подключается руководитель, заместитель руководителя, то сразу начинаем брать на себя обслуживание, потому что задача как раз удобно, быстро, качественно получить все услуги. А вот, кстати, раз вы начали говорить, что и подключаются все, я так понимаю, что стандарт универсального сотрудника МФЦ вы подтверждаете, и он действительно, он постоянно у вас присутствует. Да, у нас особенность именно МФЦ Московской области в том, что у нас все сотрудники универсальны, то есть нет какой-то специализации по какому-то конкретной услуге. Все, любой сотрудник, к кому обращается заявитель, он оказывает весь спектр услуг. Это хорошо, потому что действительно это удобно для заявителей, но я думаю, что и самим сотрудникам также тоже интереснее, потому что они сидят не на одной какой-то услуге, а тут разнообразие, и получается, много знают и естественно интересны. Раз уж об этом пошла речь, а вообще нужно ли какое-то образование для сотрудника МФЦ, для того, чтобы работать, может быть, какие-то курсы, может быть, какое-то уже высшее образование, кого принимать, и есть ли у вас вакансии, может быть, люди сейчас посмотрят и придут к вам? Конечно. Смотрите, мы сотрудникам в плане обучения уделяется самое активное внимание, потому что постоянно все обновляется, и мы поддерживаем этот уровень. У нас в МФЦ создана система дистанционного обучения. У каждого сотрудника есть личный кабинет, и данная есть база знаний, постоянно обновляется, какие-то новые регламенты, видеолекции, презентации. На постоянной основе проводятся видеоконференции непосредственно с сотрудниками ведомств, которые ответственные обучают за эти услуги, всегда обсуждаются ошибки, как лучше, то есть это очень важно. Плюс постоянно проводится тестирование сотрудников, которое как раз позволяет узнать, насколько освоено. Если нет, значит, оказываем помощь, у нас есть наставничество с сотрудниками, и стараемся поддерживать. Это как раз позволяет нам на высоком уровне качество услуг предоставлять. Работа в МФЦ сложная, и потенциальным кандидатам, работникам мы рассказываем про все трудности. Есть, конечно, у нас вакансии. И в первую очередь у нас личные качества соискателя. Это коммуникабельность. Потому что постоянное, естественно, общение с людьми, разными людьми. Да, совершенно верно. Также желание обучаться, потому что у нас это постоянно, то есть мы не стоим на месте, постоянно обучаемся. По образованию, конечно, это минимум, это среднее профессиональное образование, знание компьютера, офисной техники. Остальному все научим, покажем. Конечно, коллектив у нас большой и дружный. На сегодняшний день у нас работает 290 сотрудников. Приветствуем прохождение практики для студентов вузов и технику. Колледжи, пожалуйста, приходите. Работайте с нашими. Да, многие после прохождения практики остаются у нас работать в МФЦ. Очень много молодежи у нас. Молодость с опытом дает хорошие результаты. Средний возраст сотрудников у нас 35 лет. То есть достаточно молодой коллектив и дружный, я так понимаю. Готовы всем помочь, естественно. Я думаю, что и самое главное, не только друг другу, это тоже важно, но и, самое главное, заявителям, которые обращаются. Да, для нас это самое главное. Это прекрасно. Ну, знаете, сейчас, раз мы говорим о том, что у вас постоянно увеличивается количество услуг, я вот еще такой момент. С 1 июля совсем недавно упразднено было управление ЗАГС по Московской области. И я знаю, что прекрасно, что вы и так оформляли огромное количество всех услуг, которые предоставляет ЗАГС у вас уже. Все это было на базе МФЦ. Ну, кроме, разве что, наверное, торжественной регистрации брака. Вот как с этим обстоят дела сейчас, на сегодняшний день? Можно ли как-то у вас в офисе какую-то сделать такую торжественную, более или менее торжественную регистрацию? Верно, да. С 1 июля функционал ЗАГС перешел в Министерство социального развития. По-прежнему весь спектр услуг ЗАГС можно получить в офисе Парк-2. Там открыто два окна, и работают сотрудники ЗАГС, которые оказывают полностью все услуги предусмотренные. Также офисы МФЦ продолжают оказывать услуги по повторному получению документов, свидетельств, каких-то справок. Принимаем заявление на торжественную регистрацию брака. И у нас также на базе офиса МФЦ Парк-2 не торжественная регистрация брака проводится, расписывают. Ну, комнатка такая небольшая, наверное, есть. Над комнаткой работаем. Отдельно выделенная зона, чтобы там были ростки. Благородная, может быть, не очень торжественная, но, по крайней мере. И опять же вернемся немножко к цифровым сервисам. Все услуги ЗАГС можно получить на региональном портале госуслуг Московской области полный спектр. Ну, я знаю, что очень много, соответственно, тоже заявок через портал, а потом только прийти в МФЦ за получением уже, соответственно, результата выписки какой-то там, того же паспорта и так далее и тому подобное. Насколько это действительно удобно и сокращает время, опять же? Многие услуги при получении результата, они подписываются электронной, я имею в виду, электронной цифровой подписью. То есть всегда в личном кабинете я могу, опять же, если есть у меня возможность, дома, на работе распечатать этот результат, либо отправить электронно, сохранить на флешке, передать тому же, там, нотариусу или еще кому-то. И всегда эта электронная подпись, которая подтверждает действительность результата, можно проверить через госуслуги. То есть кому необходимо именно на бумаге, мы распечатываем, заверяем печатью, но, повторяю, электронная подпись, она равносильна, действительно, мы всегда можем проверить. Да, да, поэтому. Да, вот это действительно очень полезно и удобно для каждого, ведь по-разному нужны документы какие-то. Кому-то достаточно в электронном формате, а кому-то необходима бумага. На вкус, да. Ну, соответственно, да, необходима и так. Вот, знаете, еще про коллектив еще хотела спросить. Вы уже действительно сказали, что дружный и большой достаточно коллектив. Молодые сотрудники, насколько быстро вливаются в него? Знаете, очень быстро. И, ну, как всегда, сначала адаптация, но вот как раз этот период адаптации мы стараемся опекать. Да, обучать, потому что сотруднику действительно тяжело, очень большой объем информации сразу получает, и мы выстраиваем обучение, адаптацию от простого к сложному, и получается как-то все естественно и очень быстро. То есть отработана сначала одна услуга, условно говоря, потом другая, и так постепенно, постепенно, и весь спектр. И получается замечательный универсальный специалист. Более того, да, молодежь, они оптимизируют. Со стороны, когда приходишь, сразу им видно, как бы вот это упростить и ускорить. И начинают сюда предложением. Правильно, да, спасибо. Поэтому у нас обмен тоже внутри коллективов опытом, как лучше, как быстрее. А, кстати, сотрудник, если он приходит, ну вот начинающий, я имею в виду, приходит, сразу что будет ему предложено? Это окно или вот это как раз зона обслуживания электронно? Во-первых, мы при собеседовании смотрим, потом общаемся, рассказываем про каждое направление, да, и мы даем выбирать, что ближе, что сотруднику больше. То есть индивидуально от каждого? Да, да, если ему ближе там вот именно цифровые все услуги, и общение с жителями, да. И выиграет, и сотрудник, и заявителям будет как бы лучше будет предоставлять качественнее эти все услуги, поэтому. Ну, также есть, кто-то попробовал на цифровых услугах консультантам, потом уже набрался опыта. У нас есть возможность карьерного развития. Дальше у нас, да, уже идет главный специалист. Дальше у нас есть еще главный специалист бэк-офиса, которая, то есть, такая карьерная лестница устраивается. Замечательно, есть к чему стремиться, и молодежи в том числе. Галина Борисовна, хотела еще уточнить такой момент, потому что я знаю, что многие многофункциональные центры участвуют в каких-то пилотных проектах. Мы участвуем? Да. А пробуются какие-то? В МФЦ Московской области постоянно идут пилотные проекты. Мы участвовали в электронном образе документа, то есть открыта возможность, какие-то документы, свидетельства об образовании, другие важные документы. Мы переводим в электронный вид, то есть мы их подтверждаем, заверяем своей электронной подписью, и они размещаются в личном кабинете госуслуг. Это очень удобно, когда мне нужно какую-то оформить услугу и требуется прикрепление документа, мне его не надо постоянно носить с собой. Да, все есть, все подтверждено. Это, опять же, еще больше ускоряет эту услугу. Также у нас был пилотный проект по карте болельщика. Очень востребована услуга. Раньше мы только подтверждали личность. Сейчас мы прямо с нуля, не у всех возможность есть и получается самостоятельно оформить эту карту. Пожалуйста, приходите в МФЦ. Можно все это сделать. Все откроем, оформим быстро, очень время занимает. И сейчас также госключ. То есть это мобильное приложение, благодаря которому можно электронно подавать и подписывать документы вплоть до регистрации сделок, каких-то договоров. Мы также подтверждаем личность, помогаем в мобильном приложении установить приложение, показать, как эти документы подписываются. Очень активно сейчас развивается как раз это. Очень приятно. Это действительно, когда много всего предложено заявителям. Действительно, люди пользуются и упрощает жизнь. Во многом в нашем безумном ритме люди, к сожалению, на сегодняшний день живут. Это упрощает их жизнь. Еще хотела спросить по поводу конкурсов. Раз уж у вас такой дружный действительно коллектив, наверняка участвуете в конкурсах и наверняка есть награды. Стараемся, да. Несмотря на большую загруженность, сотрудники очень активно принимают участие во всех конкурсах. У нас ежегодно проводится конкурс «Лучший офис МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ Московской области». Проводятся конкурсы к знаменательным датам и детские рисунки. В этом году у нас конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ Московской области». Три тура, мы вышли во второй, к сожалению, немножко не хватило до третьего, но в следующем году, надеюсь... Есть к чему стремиться, опять же. Да, да, да. Уже зато попробовали, как это. Да, да. Ну, я действительно надеюсь на это. А вообще, еще такой момент хотела сразу спросить. Что вообще самое главное в работе МФЦ? Есть какая-то, не знаю, может быть, формула какая-то, может быть, еще что-то? Ну, что действительно определяет работу сотрудников, работу всего в целом самого офиса? Ну, мы изначально созданы для людей, и наша задача – это удобное, качественно, комфортное предоставление услуг заявителю. Ну, формулой можно назвать, да, одну фразу – сознанием дела с улыбкой на лице. То есть качественно и позитивно, чтобы заявитель ушел довольный и получил полным услугом. Все услуги, все услуги, которые действительно необходимы. Ну, и самое главное, действительно, позитив. Это очень важно. Все ли сотрудники вот таким образом работают у нас в Красногорске? Да, все. Все, да, стараемся с утра, если у нас пяти минутки, поднять настроение, какие-то новости обсудить и задать настроение на весь день. И вперед за работу. Ну, а еще хотелось бы, исключительный, наверное, вопрос нашего сегодняшнего эфира, потому что, действительно, вы постоянно развиваетесь, это никто не отнимет однозначно совершенно, всем это видно. Даже если говорить только о нашем Красногорском офисе МФЦ, не говорю уже в целом о Московской области и по всей стране. Говорим только о нас. Перспективы развития. Что планируется в ближайшее время, потому что развиваетесь постоянно? Что сравнить, что в 2014-м было, что сейчас? К чему стремитесь? Ну, прямо сейчас, в ближайшее время, на базе трех офисов «Красный кит», «Твой дом» и «Нахабина» мы организуем возможность получить услугу ЗАГСа в плане выдачи первичного свидетельства о рождении и свидетельства о смерти. Это, опять же, позволит не только обращаться в офис к сотрудникам ЗАГС в Парк-2, это вот расширит возможность получения этой услуги. Буквально вот к концу июля мы ее уже запустим. Сейчас настройка программ доступов идет. А в перспективах планируем увеличение штатной численности. Наш Красногорск растет, развивается и, соответственно, уже появляется потребность в расширении и увеличении окон приема. Будут новые офисы или территориально-структурные подразделения? Будем расширять те структурные территориально обособленные подразделения, где уже назрела необходимость увеличения окон. То есть пока только будем на тех же самых местах, но будет просто расширение окон. Но в дальнейшем, я думаю, может быть, если потребуется, опять же, при необходимости, то будет и открытие новых офисов. Конечно, и цифровых зон. Это тоже в перспективе. Спасибо вам большое. Я желаю вам все, чтобы планы забылись. И только благодарных заявителей вам, естественно, дружного коллектива. Спасибо вам большое. Который мог поддержать в любой момент и друг друга, и заявителей. Спасибо вам большое. И остается мне напомнить только, что сегодня мы говорили об услугах, которые предоставляет наш Центр Госуслуг городского округа Красногорск. И в гостях у нас была исполняющая обязанности директора этого прекрасного заведения Галины Датонова. Спасибо вам большое, Галина Борисовна. Всего самого доброго. Вы смотрели программу «Территория КА» на телеканале КРТВ. В студии была Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!